Донбасс Сегодня в Донбассе сложнейшая ситуация. В Донбассе поселился страх. Люди закрывают магазины, закрывают офисы, уезжают из города. На улицах стреляют и убивают людей. И это огромная беда для нашего края. Мы живем в беде. А я хочу, чтобы Донбасс и каждый житель нашего региона был счастливым. А вот что такое счастье, давайте порассуждаем. Я думаю, счастье это тогда, когда мир над головой. Счастье это тогда, когда на душе спокойно. Счастье это тогда, когда сильная экономика. Создаются новые рабочие места. Люди имеют достойную работу, достойную зарплату и достойную жизнь. Счастье это тогда, когда нас уважают. Уважают нашу историю. Уважают нашу память. Уважают наш язык. Уважают наши праздники. Уважают наши традиции. И уважают наши амбиции. Наши амбиции на лучшую жизнь. Как мы этого можем добиться? На мой взгляд, есть четыре сценария. Сценарий номер один. Остается все как есть. Вся власть в Киеве, а регионы развиваются по остаточному принципу. Этот путь и сжил себе. Он не имеет права на будущее. И в этом я глубоко убежден. Сценарий номер два. Донецкая народная республика. Ее никто в мире не признает. А структура нашей экономики – это угольная промышленность. Это металлургия, это энергетика, это машиностроение, это химическая промышленность и это сельское хозяйство. И все смежные предприятия, которые с этим связаны. Мы попадем под огромные санкции, мы не сможем ни продавать, ни производить. А это значит остановка производства, это значит безработица, это значит бедность. Сценарий номер три. Присоединение к России. Я глубоко убежден, что это не надо ни России, ни Донбассу. И от этого не выиграет ни Россия, ни Донбасс. Мы попадем под огромные санкции, и точно так же мы не сможем ни продавать, ни производить свою продукцию. Это значит экономический спад, безработица и бедность. И сценарий номер четыре, на мой взгляд, это единственно правильный путь. Это изменение в Конституции, децентрализация власти. Это тогда, когда власть из Киева переходит в регионы. Это тогда, когда власть не назначают, а выбирают. И это тогда, когда местная власть берет ответственность за настоящее и будущее перед людьми. Я глубоко убежден, что счастливым Донбасс может быть только в единой Украине. Субтитры создавал DimaTorzok